Накануне лабытнанцы отмечали традиционный праздник коренных северян в Ворнгахатл, его главный символ ворона, который несет на крыльях весну. Организаторы знакомили жителей и гостей города с древней культурой и обычаями. Зрителям были представлены большой концерт, мастер-классы, конкурсы и выставки. Завершением праздника стал фестиваль творчества финно-угорских народов под звуки северного бубна. Репортаж Ирины Волокитиной. Древний праздник народа ханты давно стал доброй традицией культурной жизни города. Обязательно участвует сама Ворона, мифический персонаж древних легенд. Она вестница весны, которая приносит на своих крыльях тепло и солнце, начиная новый сезон. В каждом возрасте свои радости, нужно только их увидеть. Радовались и веселились все, как говорится, от малого до велика. Кому-то нравился концерт, кому-то ярмарка, а кому-то просто хорошая погода. Хорошая, праздничная и вкусная. Все хорошо, но молодцы, что стали хоть праздник это делать. Все, все, молодцы, организация хорошая. Вообще очень все хорошо. Неизменный атрибут праздника – символичный чум жилища коренных северян. На этот раз их было два. В одном предлагали сувенирную продукцию салихарские мастера, в другом сотрудники городского музея подчевали гостей сладостями и чаем. «Горячий, горячий. 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 Бублик, Маша, давай сюда. Бублик. Бублик. Держи. Пойдем». В печке потрескивали дрова. Хозяева чума, одетые в национальную одежду, приглашали всех желающих погреться возле очага. «Я очень люблю радовать людей. Приятно, что люди фотографируются. Очень здорово». Пока одни музейщики демонстрировали северное горячее гостеприимство, другие обучали, лепили из глины символ дня – ворону. «Не очень сложный, простые приемы, раскатка, склеивание при помощи шликера. Ну и получается образ. Образ весны, образ вороны. Ну и, конечно же, это для широкого круга населения. Это может прийти и ребенок, это может быть и взрослый человек. Все зависит от того, с каким настроением он приходит». Рядом коллеги из Салихарда, специалисты окружного музея, организовали передвижную выставку. В ней 90 экспонатов. «Здесь предметы, которые уже отжили свою жизнь, когда-то принадлежали хозяевам, а сейчас они хранятся в наших фондах. И мы решили показать горожанам и гостям Лабытнанги. Уже подходили жители, смотрели. Кто-то даже у меня всплакнул, потому что вспомнил свое детство». «Бабушка у меня комизырянка. Самой мне восьмой десяток ее лет. Я это все с детства помню. Помню, как дедушка делал туиски из береста. Помню, как бабушка носила этот, я не знаю, как он правильно называется, обручный головец, который сделан с кишки. Помню эти юбочки. У них еще, они еще носили, такие у них, я не знаю, как правильно называется, плюшки мы их называли в детстве. Все это было очень нарядно». Красивых и уникальных вещей в холле городского Дома культуры было много. Одних кукол, наверное, под сотню, да все разные. Тут и ханты, и коми, и славянки, и представители других национальностей. Все они сделаны руками мастериц, представивши свои поделки на конкурс. Оценить работы жюри было сложно. «Разнообразные работы совершенно. Есть с таким лаконичным подходом, есть с очень традиционным подходом, есть такие смешанные подходы». Пока одни любовались декоративно-прикладным творчеством, другие наслаждались концертом. В нем участвовали не только лабытнанские певцы и танцоры, но и жители других городов и поселков. Это у нас традиционный праздник народа ханты, Вороний день. Празднуется он 7 апреля. Ну, так уж выпало, что на эти выходные мы решили порадовать всех жителей уличным мероприятием. Но это не просто праздник Ворнахата. У нас еще и проводится фестиваль, второй окружной фестиваль под звуки северного бубна финногорских народов. Оксарка, Салихарт, Приуральский район. Далеко не полный перечень, откуда приехали участники фестиваля. «От имени главы города Марины Ароновны Тресковой я приветствую всех на этом замечательном фестивале культуры финно-угорских народов. Я полагаю, что сегодня собралась целевая аудитория. Те, кто транслирует культуру, они находятся у нас на сцене, и те, кто принимают и сохраняют ее. Спасибо вам огромное за это». Фестиваль проходил при полном аншлаге. «Мы часто принимаем участие в разных конкурсах, но именно в фестивале в таком северных народах в первый раз. Это на самом деле очень полнительно и очень интересно смотреть на разные культуры народов». «Фестиваль, конечно, такой обширный, много народу приехало. Это самое главное, что гостей очень много. Фестиваль-то не первый год у нас уже проходит, но как-то в узком кругу. А тут приехали и Шурушковский район, намного приехало, и Приуральский район, и Салихарт участвует. Это очень хорошо». «Я только второй раз на сцене большой. Мне бабушка сшила этот костюм до сегодняшнего дня. Он мне очень нравится». Шитый бабушка наряд Исмина Чупрова с удовольствием демонстрировала на показе национальных костюмов. Яркое колоритное дефиле стало украшением праздником. Ирина Волокитина, Евгений Садыков, Сергей Антропов. Программа «Время местное». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова